Здравствуйте, друзья! Рад вас приветствовать у себя на сайте, у себя на видеоблоге виктан.инфо И сегодня в рубрике вопрос-ответ, ответ на такой очень объемный вопрос, который пришел в ютубе Задает его Юрий Итак, зачитывая сам вопрос Здравия, Виктан! Благодарю вас за то, что делитесь знаниями своими Могу задать несколько вопросов Система управляется, например, духами, святыми, богами Или вся система работает в автономном режиме И не нуждается в кураторе Виктан, вы можете рассказать о богах? Кто такие боги? И может ли современное общество взаимодействовать с ними? На самом деле вопрос очень объемный И на него можно отвечать, ну, наверное, часов пять не меньше Но попробую вкратце рассказать, как я вижу эту всю систему И что может сделать современный человек в этой системе Так или иначе придется немножко затронуть Ну, к примеру, одно из лидирующих многочисленных вероисповеданий Это христианство Ну, по одной простой причине Потому что, когда многих речь заходит о богах То в том обществе, в котором вырос человек Так или иначе, бога представляет именно со своей мифологией То есть, со своего сектора пространства, в котором он находился Так или иначе, общество оставляет свои следы на нашем приятии мира Воспитании И наносит определенные краски на всю нашу дальнейшую жизнь Ввиду того, что в последнее время я сказал, что не особо хочу утверждать И говорить доводами о христианстве Потому что многие воспринимают, как будто бы я его ругаю Уничтожаю и так далее и тому подобное Поэтому я попробую задавать вопросы Почему вопросы? Потому что для думающего человека А мой канал создан именно для думающих людей Будет достаточно вопросов моих Для того, чтобы человек задумался Давайте начнем с самых простых Если христианская мифология говорила, что на земле было только два человека Следовательно, две души Я даже уже не буду говорить, что на шестые сутки Бог создал человека, мужчину и женщину Вернее, человека это один человек, правильно? Одна штука А мужчину и женщину это два человека Значит, гендерные признаки двоичны Дальше пишется по образу и подобию своему А в ночь с шестые на седьмые был создан помощник человеку Опустим этот момент Берем просто, не будем углубляться, хотя тут тоже интересная, как говорится, тема Берем просто два человека Следовательно, было две души Потом появилось у них два сына Сейчас семь миллиардов людей Скажите мне, откуда столько душ берется? Если с самого истока А раньше, с самого истока создавались люди А раньше людей не было Ну, откуда души берутся? Значит, получается Мы занимаемся здесь на земле Половым зачатием А там, на небе, получается, штампуются души Ну, так получается или как? Теперь дальше Возьмем даже самых верующих верующих Вот смотрите Если так развернуть уже дословно То в самой молитве, получается, и в самой вере Есть само недоверие и осквернение Богу Я объясню почему Если мы считаем, что дьявол А дьявол это не один Не одно, скажем так, лицо А это группа лиц Да, это совокупность Темных ангелов, как принято считать И один из самых главных это Сатанаэль Дающий свет Был создан Богом Ну, если все пошло от Бога То есть создан Богом Назван Богом Дающий ангел, который дает свет И потом он скинут был на землю Потому что он оказался нехорошим Значит, Бог просчитался Ну, получается так Бог просчитался Значит, он что-то делал тоже неправильно Значит, не только люди могут ошибаться Ну, а люди чуть попозже Мало того, что он ошибся в этом ангеле Он еще создал группу ангелов Которые под влиянием, скажем так, Сатанаэля Были тоже свергнуты С небесного престола И кинут им в недра земли Напрашивается вопрос Неужели действительно Многие из верующих считают Что Бог настолько несовершенен Настолько оплошал Как говорится Что допустил такие громадные ошибки В своем ближайшем окружении Мало того Также он создал человека По образу и подобию своему Далеко несовершенного Который не умеет ничего при рождении Я уже как-то говорил в своем ролике Вот от слова вообще ничего не умеет Он даже голову не может держать Потому что надо придерживать головку Потому что дабы не сломали шейные позвонки Опять ошибка Если почитать Ветхий Завет Про убийства Про инцесты Про то же пьянство И проклятие То получается Бог создал далеко не совершенных людей Да, ну да Мы забыли Что виноватый в этом не человек А та Ева Которая искусила его съесть Это запретное яблоко Который искусил змей А змей это кто создал? Если Бог это начало, начало И таких неточностей я могу Говорить очень много Также я не хочу Сейчас я уже как-то сказал Что у меня вызывается мнение Что описание Ветхого Завета И Нового Завета В том числе Нового даже Он как бы поприличнее Его уже подтачивали четко под нас Вызывает Знаете Некоторые Недоумения и сомнения У меня такое ощущение Как будто я читаю Кастанеду Ну тут хоть понятно Тут не скрывая Говорил, что я курил И путешествовал То есть трава Курение Путешествия Там все понятно Что ели И что ли употребляли Когда писали Вот эти книги Ну как бы Опять же У меня только вопрос Я не утверждаю Но Наводит на некоторые мысли Ну и самое главное Уже Чтобы так точечку поставить В этом деле Это тогда Когда После беседы С Богом Каин Когда Бог сказал Прокляну до седьмого колена Каин после того Как замочила Авеля Побеседовал с Богом И Он ушел в город Вот тут вот Самое Вот тут вот И раскрывается истина Что Христианская мифология Которая утверждает Что Бог создал Людей на земле Подтверждает То Что Вот эта вот История Подтверждает То Что люди До того Как Кто-то Как-то Где-то Якобы Создал Но люди Уже были Объясняю Почему Смотрите После беседы С Богом Каин Ушел В город Что такое Город Город Это поселение Людей Это там Где жили Уже люди Ну иначе Как Ну значит Адам и Ева Были в райском саду Эдем А Каин Ушел В город Что Кто его устроил Для чего Он создавался Город Значит Создавали люди Там Правильно Какое-то Поселение И Внимание Каин Женился Вопрос На ком На ком Женился Каин Если он мог Жениться Значит Люди То были До того Как К чему я веду К тому Что Я не знаю Для кого Это написано Ну видимо Надо Собрать людей Которые Так и не научились Хорошенько Делать анализ Анализировать Думать Ими надо Как-то Манипулировать Управлять Направлять В нужное русло Ну это Лично мое мнение Я его никого Не навязываю Я сейчас Более осторожен Стал В своих выражениях Все таки Уже не так Молод для того Чтобы такие Резкие заявления Делать Да и никого Не хочется Не обижать Каждый живет Свою жизнь У кого-то Устраивает Быть в христианстве Быть в мусульманстве Быть там В иудаизме Это Дело Дело Лично Каждого Выбор Но люди Думающие Как я Люблю Теперь Называть Должны понимать Что эта система Нарисованная Для Манипулирования И управления Основной массой Недумающих Людей Которые Не хотят Задумываться Если брать Белые Черные Ну не бывает Ни белых Ни черных Как вы думаете Неужели Даже если Взять Бог Настолько Лох Чтобы сделать Группу Архангелов Которые Не подчиняются Его И потом Скинуть Просто Не уничтожить Их А скинуть Я уверен Что если Это произошло В ключе Одной Эгрегориальной Группы К примеру Христианство То Эти Ангелы Были посланы На землю С определенной Задачей Так же Само Как Христиане Ругают Иуду Что тот За 30 Серебренников Продал Иисуса Ну Подумайте Иуда На самом деле Был Избранным Любимцем У Иисуса И сидел Он в принципе На казне Потому что Он был Казначей И 30 Серебренников Это не такая Большая сумма Для того Чтобы было Взять и Продать Этого Иисуса И для того Чтобы указать На Иисуса Не надо было Приходить И целовать Его Обнимать Там Целовать Достаточно Было Показать Пальчиком Мало Того Проповедника Иисуса Знали И римляне И в том числе Тоже Распляли в пятницу А вы в курсе Что заходит Шаббат И в субботу Не должно быть Ни одного Повешенника Висеть На крестах Мало того В те времена Не было крестов Были Тау Просто Исторический факт И для распятия Вообще Не нужен крест Достаточно Просто Распять На Тау Ну Не должно Было Быть Трупов Поэтому Трупы Снимали Ну То есть Тех Кого Распинали Я к чему Веду К тому Что Не было Пиуды Не было Пи Христа То есть Надеюсь Понятно Система Навязанная Большинством Это Христианская Система Она Ну По крайней мере Для меня Очень сомнительна Мне никто Не может Ответить На эти вопросы Поэтому Я их В принципе Я никого Не осуждаю Я просто Задаю Эти вопросы Как я Вижу Эту систему Это Система Просто Энергии Система Взаимоотношения И энергии Каждый человек Это Генератор Энергии Который Вырабатывает Определенное Количество Энергии Положительных Или Отрицательных Энергии Страха Энергии Удовольствия Энергии Радости И Каждый Генерирует Энергию В свою Грегорную Группу И Именно Тая Грегорная Группа И Выстраивает Его Соботейный Ряд Человек Это Как Генератор Как Донор Как Угодно Его Можете Называть Мы Генерируем Энергию Поэтому Когда Говорят Что Когда Ты Мечтаешь Думаешь Ты По сути Генерируешь Энергию В То Что Что Ты Видишь У Меня На канале Есть Видео Про Язык Визуализации Как Вообще Считывает Мыслеформа Вселенная Как Мы Оплачиваем Энергетически За Это Почему Это Срабатывает Почему У Других Не Срабатывает Где Есть Ошибки К Примеру У Меня Тоже Есть Видео Почему Все Думают О Деньгах Одних Эти Деньги Есть А у Других Нету Да Потому Что Другие Думают Неправильно О Деньгах Почему Потому Что Они Думают Об Их Отсутствие Вот Скажите Таком Выражении Если Были Бы У Меня Деньги Я Б Купила Дом Вот Скажите Это Человек Думает О Деньгах Нет Он Думает Об Отсутствие Он И Она Усиливает Отсутствие Этих Деньг Поэтому Одним У Одних Получается Генерировать Правильную Энергию В Правильную Эгрегорные Группы А у Других Получается Генерировать Все Равно Генерировать Энергию Только В Отрицательные Эгрегорные Группы Одни Будут Давать Других Будут Наоборот Отбирать Просто Оставлять Чтобы Они Существовали И Дальше Вырабатывали Эту Энергию Это Система Система Выработки Этих Энергий Сейчас Я стою Разговариваю Записываю Это Аудио Я Как Всегда Без Подготовки У Всегда Эвспромт Я Ни Одно Видео Вообще Никогда Не Писал По Бумажке Поэтому Некоторые Моменты Могу Упустить Могу Дополнить Все Сразу Рассказать И Изложить На Бумаге Ну Не Получается У Меня Но Я Стою Здесь Тоже Вырабатываю Эту Энергию Потому Что Я Говорю И Думаю О Что Чувствую О Что Вижу И В заключение Отвечу На Вопрос Как Современному Человеку Взаимодействовать С Богами Задан Был Вопрос Давайте Поменяем Чуть Вопрос Как Современному Обществу Взаимодействовать С 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 Богов Боги Для Нас По Крайней Мере Это Эгрегоры В Которые Мы Молимся В Которые Мы Генерируем Энергию Может Быть За Эгрегор Группами За Эгрегор Есть Еще Кто-то Но Вы Извините Для того Чтобы Это Мне Говорить Мне Надо Быть В Этом Хотя Уверенным Убежденным Или Хотя Б Точно Знать Да Я Могу Предполагать Что За Эгрегор Еще Кто-то Стоит Но Нам Людям Этого Не Известно Это Знаете Как В Курятнике Курицам Знать Кто Президент Страны Той Страны В Которой Находится Курятник Примерно Как Бы Так Мы Можем Только Генерировать Энергию В Определенные Эгрегор Группы Все И Получать Взаимодействие От Этих Эгрегоров Они Будут Устраивать Событийный Ряд И Когда Я Слышу Уходите От Эгрегоров Как Разорвать Отношения С Эгрегором Ну Глупости Глупости Поймите То С чем Мы Боремся Мы На Это И Работаем У меня Есть Да Простят Меня Друзья Веретники С которыми Я общаюсь Но Я всегда Говорил Что Веретники Как Никто Другой Работают На Христианского Эгрегора Если Послушать Веретничество То На самом Деле Веретники Борются С Христианством Цель Веретничества Это Свергнуть Христианского Бога И Воцарить На престоле Дьявола Но Давайте Развернем Проанализируем Вот Они Ходят В церковь Палят Иконы Там Покупают Иконы Палят Иконы Топят Иконы На Ивана Купала Плюют Церкви Переворачивают Свечи Ну Хулят В любом Случа Хулят Ну А теперь Давайте Разберемся Выгодны Они Системе Христианской Или Нет Они Очень Выгодны Объясню Почему Сколько Настоящий Христианин Покупает За Жизнь Иконок Ну Одну Ну Две Некоторые Достаются По наследству Просто От мамы От бабушки Достались Да Просто В доме Были Потом Максимум Идет Какую-то Иконку Покупает И все А веретник Нет Веретник Постоянно Ее будет Покупать На каждый Праздник Потому Что Ему Жен Надо Ее Спалить Ее Надо Уничтожить Ему Надо Выучить Молитву Исказить Ее И сколько Времени Потратить Чтобы перевернуть Эту молитву С задом Наперед Так Кто больше Проводит Времени В христианстве На самом Деле Когда мы Боремся С чем-то Мы работаем На это Когда мы Боремся С врагом Мы Генерируем Во врага Энергию Я всегда Говорил Трати Энергию На себя Трати Энергию На себя Теперь Еще Два Слова Что такое Магия Это Целенаправленная Сгусток Энергии Который Маг Направляет В ту Или другую Или иную Эгрегорную Группу Для Определенного Достижения Результата Надеюсь Полностью Осветил Ну Я старался Кратко Но Членораздельно Скажем так И на Некоторых Примерах Если есть Вопросы Задавайте Буду Отвечать